Не надо придумывать то, чего нет в действительности. К сожалению, в нынешнюю кампанию по выборам мэра Воронежа многие журналисты грешат незнанием избирательного законодательства. Многочисленные фактические ошибки даже заставили горы с бирком обратиться к СМИ. Такого не было никогда. Чтобы искусственно подогреть интерес, некоторые журналисты муссируют слухи и жонглируют непонятно откуда взятыми цифрами. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили председатель избирательной комиссии Воронежской области Владимира Селянина. Роман Прытков, я его знаю давно, и в последнее время он допускает, я бы сказал, грубые опечатки в своем, так сказать, издании. Эти цифры легко проверяются. Я скажу, что вот на сегодня по городу Воронежу выдано всего лишь где-то, ну чуть более 1800 открепительных удостоверений. Это для 810 тысяч наших избирателей довольно немного. И действительно, Лариса Александровна, она не ошиблась, когда сказала, что на сегодня изготовлено всего 16 тысяч открепительных удостоверений. Это цифра примерно, ну, та, которая сложилась вот за многие-многие годы. Мы же проводим не первые выборы на территории города Воронежа. То есть это резервы для работы на будущее. Значит, я скажу, что вот с 29 августа участковые избирательные комиссии начнут выдавать открепительные удостоверения. Сегодня открепительные удостоверения можно получить только в территориальной избирательной комиссии, ну, то есть в каждом районе, вот в одном, так сказать, месте. 127 открепительных удостоверений сегодня выдано вот в 6 округе по выборам депутатов Воронежской областной думы. И всего два удостоверения выдано по 18 округу по выборам областной думы. То есть мы располагаем полностью все информации, объективные информации о ходе выдачи открепительных удостоверений. Да, мы прекрасно понимаем, что, может быть, у кого-то в голове, у кандидатов определенных, может зародиться мысль использовать как-то демократическую форму голосования вне места проживания по открепительному удостоверению с какими-то целями. Но мы это сразу, что называется, увидим по активности, я бы сказал в кавычках, может взял слово активность в получении открепительных удостоверений. Мы прекрасно понимаем, что в день голосования ряд категорий наших избирателей не смогут быть на своем избирательном участке. Это предприятия с непрерывным циклом производства. Понятно, что получив открепительное удостоверение, они смогут проголосовать где-то поблизости с местом работы, может быть, в обедный перерыв, может быть, руководители предприятия, а мы всегда обращаемся к ним, сделают, значит, какой-то скользящий график перерыва с тем, чтобы в это время оказать содействие избирателю посетить близлежащий избирательный участок. Это и различные, значит, предприятия, больницы в том числе. Это работники органов внутренних дел, то есть нашей полиции, которые будут дежурить на определенных участках. Вот. А это не один, не два человека. Вот 420 участковых комиссий, значит, на каждом по два сотрудника, значит, уже 840 человек. Плюс медицинский работник, который там же находится на участке, плюс работник МЧС, плюс другие категории лиц, которые задействованы на организации выборов. Да те же члены участковых комиссий. Он фактически проживает, к примеру, в Советском районе, а будет организовать работу участковой комиссии в Ленинском или Кантемировском или Коминтерновском районе. Понимаете? Поэтому он, получив открепительное удостоверение, он может воспользоваться своим правом, значит, проголосовать в пределах округа. Я вот здесь скажу. Вот. То есть здесь это все видно. И вот, чтобы не было сомнений, что какие-то открепительные используются, как вот иногда пишут жалобы, два-три раза. У нас несколько таких жалоб было с предыдущих выборов в декабре 2011 года, в марте 2012 года. Я скажу, что ни один из этих фактов не подтвердился. Почему? Потому что на сегодня все открепительные удостоверения имеют сквозную нумерацию. То есть эта нумерация нам известна. Она заранее вводится в систему газ-выборы. И в то время, когда избиратель пришел на избирательный участок, этот номер открепительного вводится опять же в систему газ-выборы. И система газ-выборы автоматически сверяет. Если появится двойник, вот, то сразу становится известно о том, что один номер прошел дважды. У нас, скажу сразу, чтобы и правильно понимали мои слова наши, так сказать, собеседники, у нас было несколько фактов, когда два номера совпадали. При детальной проверке оказалось, что ввод информации была ошибка. То есть вместо одной цифры ввели другую. И когда вот при вскрытии документов мы проверяли по оригиналу, значит, все становилось на свои места. Но это единичные факты, это не говорит о голосовании по одному открепительному дважды, а это говорит о том, что при вводе информации, значит, тот слен комиссии, который принимал открепительное удостоверение, он в реестр включает, или он мог ошибиться, или оператор, когда вводит систему газ-выборы, мог ошибиться. Там, ну, обычно мы даже нашли ошибки, которые вот там 3,8, допустим, визуально, когда написали, могли это, усталость определенная влияет, вот, потом 1,7 бывает, вот, путаница. Когда посмотришь в оригинале, все становится на свои места. То есть я, честно говоря, исключаю всякое вот обсуждение этого вопроса, что по одному открепительному удостоверению можно проголосовать несколько раз на территории города Воронежа или какого-то муниципального образования. Все документировано. Я скажу, что учет ведется открепительных, наверное, более тщательно, чем денежных купюр в отдельных наших банках. Ну, по одному открепительному, да, не проголосуешь дважды, исключено. А если вот такой момент, когда заставляют взять открепительные удостоверения к какому-то большому числу людей, ну, например, там, не знаю, предприятия или больницы, и проголосовать вне помещения за определенного кандидата, вот, используя давление на людей, вот, такой момент. Ну, вот, я не знаю, вот вы говорите, как вы это физически видите? Вот мне или вам кто-то говорит, уважаемый Алла, возьмите открепительно и проголосуйте там за Иванова, Петрова, Сидорова, вот. Вы как к этому отнесетесь? Отрицательно. Отрицательно, как нажим на ваше самолюбие. И, скорее всего, даже если вы ранее планировали проголосовать за этого человека, вы, воспользуясь тайной голосования, наверное, проголосуете немножко по-другому. По-другому. Я думаю, что это однозначно не даст никакого результата, когда идет нажим на нашего, так сказать, избирателя. Ну, прошли 90-е годы, когда голосование было, кто громче крикнет, за того голосовали, карусели организовали, еще что-то организовали. Сегодня некоторые политтехнологи пытаются найти какие-то формы, но я скажу, что наши избиратели уже сегодня не те. И вот только появляются факты, вы знаете, что вот конец 90-х годов подкуп избирателей, он носил массовый характер, звонков было сотни. Вот последние выборы, я знаю, был всего один звонок по левому берегу, попытка, значит, подкуп избирателей, там, прочее, прочее. Как только оперативная группа выехала, все растворилось, никого нет. Вот, то есть, это стало несколько по-другому. Избиратель стал другим. Я не исключаю, что вот в ходе предвыборной кампании отдельные кандидаты воспользуются, имеющимися финансовыми ресурсами, выделенными им откуда-то со стороны или кем-то специально, будут ходить по домам, там, уговаривать, передавать какие-то суммы денег. Ну, здесь уже право избирателя принять эту подачку или отказаться. Ну, мы иногда говорим, ну, ладно, если финансовые какие-то затруднения есть, возьмите деньги, может, они у кандидата эти лишние, они им уже и не нужны. Вот, ну, проголосуйте по совести.